Супер неочевидная вещь, но кто поймет, станет миллионером. Вы должны быть аутентичным. Аутентичность — это способность человека быть похожим на себя. Давайте объясню. Знаете, есть в 60-х группа Битлз была такая. И они были суперпопулярны. И просто битломания была такая тема. То есть скупалось все, где написано Битлз. Они играли на стадионах, все билеты проданы, девки сутся. То есть это сразу все долларовые миллионеры, пацанам там по 23 года. Видя это, огромное количество других музыкантов, пацанов, начали делать типа то же самое. Ну то есть называли себя «Зе кто-то тамс», блядь. Примерно так же одевались, шли на сцену, хуябли. И это нахуй никому не было нужно. Почему? Потому что они не аутентичные. Группа номер два в 60-х, которая нихуя не проигрывала Битлз, это Rolling Stones. Которые, если вы посмотрите даже визуально на то, как они выглядели, на то, какую они музыку играли, это нахуй не близко вообще. Эти играли рок-н-ролл, те играли ритм и блюз. Мы не будем сейчас углубляться. Но факт в том, что роллинги были аутентичными. То есть они не сказали, супер, мы сделаем как Битлз, вот такие же, блядь, одинаковые пиджаки. Они такие, блядь, у нас пиджаки у всех разные. Еще, блядь, не пиджаки, а там у кого-нибудь свитер будет. И все. Понимаете? Давайте еще один пример для того, чтобы монетка вам прям провалилась. Если вы придете в картинную галерею, вы увидите, что люди толпятся только у определенных картин. Ну, то есть стена вся увешана разными полотнами, но люди толпятся только у какой-нибудь одной. Большинство людей будет там. Если вы подойдете к ним и спросите, почему вы смотрите именно вот на эту картину, хотя рядом, возможно, даже того же самого художника, и там не менее какие-то там мастера тоже. Почему вот эти вот сюда, вот вы пришли и смотрите, эти люди не найдут вам что сказать. Они не найдут вам что сказать. А единственное, что они могут сказать, это то, что в этом что-то есть. Ну, какая-то изюминка. Вот так они могут вам сказать. Но я вам скажу, что та картина, на которую смотрят все, она аутентичная. То есть она похожа на себя. Понимаете? Похожа на себя. Аутентична. И здесь мы приходим к самому важному. Что когда вы становитесь аутентичным, происходят две вещи. Первое. Мир стремится к тому, чтобы вы перестали быть аутентичным. Это первое. Вам будут говорить, куда ты лезешь? Куда ты высовываешься? Как сто процентов вычислить врага? Это человек, который вам говорит что-то о себе возомнило. Что-то о себе возомнило. То есть человек, который вам говорит такую фразу, стопудово не желает вам добра. К сожалению, иногда это родственники. Когда вы начинаете делать что-то по-своему, что-то оригинальное, оставаясь в рамках правил, да, вы можете, там, Битлз, они играли на гитарах. То есть это любой может купить, да? Но при этом они делают это своим авторским путем. Вы начинаете очень сильно быстро выделяться. Потому что второе, что происходит, я говорю, первое, вас будут пытаться вернуть назад и сказать, ой, ты уже не тот, да нахер, типа, кому это надо? Но если вы продержитесь вот этот первый период, второе, что произойдет, у вас появятся фанаты. У вас появятся фанаты, понимаете? А на самом деле все, что вам нужно, это 100 фанатов. Вот сейчас услышите меня. У кого-то будет инсайд. Если у вас в жизни есть 100 фанатов, фанатов не как в Битлз, которые там трусы мокрые кидают вам в окно. Фанаты — это люди, которые следят за тем, что вы делаете, которым интересно, как вы живете, которым близки ваши ценности, которые хотят ваш продукт. Вот если у вас 100 таких людей будет, не знаю, там, в канале, в Телеграме, в сторис вашем, неважно, 100, вы никогда не будете бедны. То есть это будет ваша финансовая подушка безопасности. Финансовая подушка безопасности — это не то, что у вас 100 тысяч рублей лежит где-то там в схроне, рубль этот может наебаться, и вы на нее ничего не купите. Но если у вас есть 100 фанатов, тогда, что бы вы ни делали, у вас все равно кто-нибудь что-нибудь купит, вам и вашей семье будет что поесть. Понимаете? То есть мы говорим о том, чтобы это была финансовая подушка безопасности, аутентичность спасет вас от этого. Потому что если вы держитесь, то у вас будут ваши фанаты.